Идут бараны, бьют в барабаны. День УПА дается сноска. Деятельность организации с таким названием запрещена в Российской Федерации. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Ukraina.ru за 15 октября 2019 года. 14 октября на покров Пресвятой Богородицы. В Киеве последние десятилетия всегда бывает шумно. Гуляют нацисты, жгут факелы, орут речевки, празднуют день рождения УПА. 14 октября 1942 года. С 2014 года с легкой руки Порошенко. Это еще и день защитника Украины. Нынешний понедельник не стал исключением. Те же нацисты с примкнувшими к ним маргиналами и элюмпиан интеллигенцией выступают уже в виде героев АТО и ООС, спасавших нацию от путинской агрессии путем расстрелов из крупнокалиберной артиллерии, а поначалу и бомбежек с воздуха, украинских городов украинского Донбасса. Впрочем, Донбасс уже давно украинский чисто номинально. Уже и наши европейские партнеры и даже половина американской элиты, сделавшие ставку на Трампа, смирились с тем, что Украину придется отключить от аппарата искусственной вентиляции легких от искусственной почки и искусственного сердца. Потому что искусственный мозг ей так не удалось имплантировать, а без мозга живут только зомби. Крайне неприятные создания. В общем, все окружающие уже понимают, что как ни коряешься, а нацистское государство придется усыпить, после чего у Донбасса не будет иного пути, кроме как в состав России. Сколько еще должно пройти времени и пролиться крови, чтобы эта реальность материализовалась, не знает никто. Но судя по нервному подергиванию Европы, там уже тоже хотят, чтобы неизбежное произошло побыстрее. Среди прочего, темп исчезновения Украины с политической карты напрямую зависел и сейчас зависит от маршировавших 14 октября по улицам Киева нацистских боевиков, провозглашая себя обер-патриотами Украины на деле, сами того не осознавая. Они являются могильщиками украинского государства. Нацизм делает ставку на маргиналитет, на люмпенов, на пауперизированные слои общества. Классический нацист склонен к упрощению. Он не способен понять слишком сложную систему, тем более не способен ею управлять. Нацисты всегда упрощают и государство, не изводят его до собственного уровня восприятия. Поэтому нацистские государства, будучи внешне монолитными, являются крайне рыхлыми и неустойчивыми структурами. Нацист по натуре бандит. Упрощая государство до своего уровня, он пытается превратить его в банду. Банда же способна паразитировать на государстве какое-то время, пока ее не уничтожат. Способна жить на трупе государства, пока хватает оставшихся после гибели государства ресурсов. Но она не способна самостоятельно ни возродить, ни сохранить государство. Если государство превращается в банду, оно обречено. Украинские нацисты, выступая против Януковича под националистическими и проевропейскими лозунгами, не скрывали своего намерения уничтожить не только регионалов, но весь олигархический правящий класс Украины. Даже максимально близкая по своей структуре к банде олигархическая республика была для нацистов слишком сложным учреждением, и они хотели ее ликвидировать, а олигархов экспроприировать в свою пользу. Однако в 2014 году у США и ЕС на Украину были другие планы. Вашингтон и Брюссель не пошли логическим, и наиболее выигрышным для них путем не дали Украине превратиться в рассыпающийся на глазах нацистский заповедник, в котором идет война всех против всех. Они тогда еще рассчитывали, что украинский олигархат с их помощью сумеет создать более-менее устойчивое государство и нанесет таким образом России больший ущерб, чем способна была бы ей нанести бандитская вольница, куражащаяся на российских границах и напрашивающаяся на агрессию. В результате вместо объединения на антиолигархической почве украинские нацисты разошлись по разным олигархическим группировкам, подрядившись работать частными армиями и эскадронами смерти. На Украине возник ублюдочный нациолигархический гибрид, в котором нацисты, являющиеся движущей силой нацистской революции, добровольно уступили лидирующее положение консервирующему существующую систему олигархату. После потери американцами и европейцами интереса к Украине ситуация не изменилась. Нацистские банды Украины так и остались олигархическими дружинами, а также составили костяк силовых структур. Состоялось разделение труда. Олигархи властвуют в последнее время, прикрываясь клоунами из своей обслуги, а нацисты работают механизмом подавления, без которого олигархи не способны управлять. Деградация украинского государственного аппарата дошла до такой стадии, когда управление можно осуществлять только в ручном режиме и только террористическими методами. В ином режиме система не работает. Поэтому, когда нацисты заявили, что они собираются 14 октября, помимо традиционных маршей по городу, еще и выступить против намерения Зеленского начать выполнение минских соглашений и против принятия Киевом формулы Штайнмайера, каковое они обозвали капитуляцией перед Россией, это выглядело гротескно. Примерно как если бы молоток в правой руке хозяина начал бы пугать марионетку в левой руке того же хозяина. В том, что силовой компонент украинской власти выступил против политического компонента, нет ничего удивительного. Такое не раз случалось в истории более благополучных государств, чем Украина. Удивительно, что нацисты всерьез решили выступить против кукол, имитирующих политическую деятельность по воле кукловода. При том, что решение о целесообразности тех или иных политических шагов принимает не как не Зеленский и не его команда, но хозяин украинского политического кукольного театра Коломойский. При этом, как ни странно, СМИ Коломойского оказались по одну сторону баррикад с нацистами. Фактически, общий хозяин нацистов и украинской власти вначале заставил своих кукол играть пьесу в нормандском формате, а затем натравил на них своих же нацистов при помощи своих же СМИ. В Киеве по этому поводу ходят разные слухи. Одни рассказывают, что недовольные концентрацией всей власти в руках Коломойского олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко использовали историю с формулой Штайнмайера как повод для организации антизеленского по форме и антиколомойского по содержанию Майдана. Коломойский же, вовремя вскрыв подготовку переворота, решил возглавить протест, чтобы слить его в относительно мирное русло. Другие утверждают, что протест подсуетили американские демократы, потому что Коломойский начал спиваться с Трампом на антибайденовской основе. Третьи говорят, что раскол на сторонников демократов и трампистов произошел во всей зеленой команде. Причем Зеленский с Коломойским якобы оказались по одну сторону баррикад, а состоящие из соросовских грандоядов правительство и парламентская фракция слуг народа по другую. Наконец, четвертый, не заморачиваясь, просто объясняет все это традиционным стремлением Коломойского, как, впрочем, и любого другого украинского олигарха, разложить яйца по разным корзинам. Любое из этих объяснений может быть принято, и любое не объясняет все известные нам факты. Например, первое. Почему нацисты возбудились только сейчас, если минские соглашения подписал Порошенко еще в сентябре 2014 и феврале 2015 года? При Порошенко же происходили разводы войск в Золотом и Петровском, которые сейчас так напрягают нацистов. При Порошенко же был принят закон об особом статусе отдельных районов Донецка и Луганской областей. Порошенко же постоянно трещала необходимости выполнять минские соглашения. Наконец, сама формула Штанмайера была предложена при Порошенко и первоначально вызвала позитивную реакцию Киева. Второе. Почему, если антиколомойские олигархи сделали ставку на демократов, информацию из байденовского досье слил журналистом Андрей Деркать, человек, близкий скорее к Ахметову, чем к Коломойскому? Третье. Почему назначенный Зеленским с одобрением Коломойского генпрокурор Рябошапка возобновил дело против Лукаш, который не скрывает, что является членом команды Портнова, работающего в интересах Коломойского и Зеленского? Ни одна из выше приведенных версий, не все они вместе, не могут противоречиво, извините, не противоречиво объяснить даже эти три пункта. А таких почему можно набрать более десятка, а то и двух. Главное же, они не объясняют, почему нацисты, разделенные между различными олигархическими группировками и ранее всегда поддерживавшие разные стороны олигархического противостояния, сейчас оказались все в одной стае. Почему премьер внезапно бросился заискивать перед нацистами, подпевая их рок-группе Секера Перуна? Случайно ли под удар попала группа Портнова, работавшая по представителям старой власти, в том числе по Порошенко, который явно заявил претензии на лидерство в системном парламентском сегменте нацистского движения? Почему Аваков, которому возвращен контроль над нацгвардией пограничниками, то есть недоразумение между ним и Зеленским улажено, явно позволяет нацистам устраивать шабаш на пороге беззащитного здания администрации президента? Ведь каждый раз существует опасность неконтролируемого развития событий захвата президентского офиса. Наблюдая происходящее в Киеве, можно выделить одно наблюдение. В этот раз впервые за все постмайданное время нацисты слажены, выступают как единая сила, действуют согласованно, выдвигают общие требования, провозглашают общие лозунги, используют общие методы борьбы, за ними явно кто-то стоит. До сих пор эти ребята, даже искренне пытаясь объединиться, регулярно демонстрировали неспособность договариваться друг с другом, зато они всегда умели подчиняться как своим олигархам, так и американцам. Однако по реакции украинских олигархов на нацистские выступления похоже, что они совершенно не были к ним готовы. Самые умные из них, Коломойские и самые рисковые Порошенко, пытаются оседлать волну, иные отсиживаются в тени. Если бы нацистские выступления организовали демократы в отместку за сотрудничество украинской власти с Трампом, то Белый дом, который сейчас не пропускает ни одного случая продемонстрировать опасность демократов для американского общества и американских ценностей, не применил бы их уличить и поддержать законно избранную украинскую власть. Но в Вашингтоне явно не волнуются по поводу постепенно набирающего силу политического кризиса на Украине. И все же, кроме американцев, некому было так скоординировать нацистов, разве что они сами резко повысили свой политический уровень, но это практически невозможно. Только это, похоже, было действие не одной из политических партий, а работа так называемого двухпартийного консенсуса, составленного против Трампа леволиберальными демократами, чьими лидерами были Обама, Клинтон, Байден и правоконсервативными республиканцами, лидеры Бултон, Тилерсон, покойный Маккейн. Отставкой Бултона и ударом по Байдену, способному выбить его из президентской гонки, Трамп фактически начал войну против обоих лагерей, причем начал успешно. Байден быстро теряет рейтинг, а вывод войск из Сирии и отказ поддерживать украинские амбиции могут быстро развернуть внешнюю политику США в русло концепции Трампа и действительно позволить последнему поладить с Россией. Республиканско-демократические ястребы, сторонники жесткой наступательной политики в отношении Москвы, понимают, что Трамп получил неплохой шанс переизбраться. В таком случае у него будет 4 года для разворота США в сторону идеалов трампизма, после чего вырвать власть из рук трампистов будет крайне тяжело. Слабым звеном, где легче всего подорвать позиции Трампа, является Украина. Здесь достаточно организовать очередной мятеж, для того, чтобы хрупкая государственность окончательно разлетелась в мелкие дребезги. Очередной же переворот в Киеве так сильно ударит по интересам России и ЕС, а уши США будут умышленно торчать из него так явно, что Трампу будет крайне трудно поладить не только с Москвой, но и с Брюсселем. Не исключено, что для стабилизации положения и наведения элементарного порядка странам-соседям придется в таком случае послать войска на Украину, санкции ООН и или ОБСЕ. Глобалистская пресса преподнесет это американцам, как сговор Трампа с врагами Америки за счет разрушения союзного демократического государства. Мятеж против формулы Штайнмайера может лихо ударить по Трампу и перспективам его второго срока. Зеленский явно мечется, старается показать нацистам, что у него нет с ними противоречий, делает все более и более жесткие заявления по Донбассу, практически сам себе заблокировал возможность проведения в ближайшем будущем нормандского формата, призывает нацистов на переговоры. При этом нацисты спокойно игнорируют попытки Зеленского как-то договориться и выдвигают ему ультиматумы, которые в принципе невозможно выполнить, как по причине нехватки времени, так и в связи с общей невыполнимостью требований. Пока что события развиваются в режиме традиционного Майдана. Мы имеем дело со второй организационной стадией, когда подготовка к мятежу уже ведется открыто, но еще не организуется постоянный палаточный лагерь. Комплекс требований только формируется, а раскачка общества только начинается. Пока украинские власти ведут себя совершенно неадекватной ситуацией, пытаясь объяснить мятежникам, что они ничего плохого не сделали, что они борются за одно и то же, что никаких уступок России и Донбассу не будет. Это бессмысленно. Оппоненты все равно будут действовать по принципу, почему в кепочке, почему без кепочки. Их дело не найти компромисс, а усугубить кризис, сделав власть в нем виновной. Единственный способ справиться с мятежом на этом этапе – удар по штабам. Только арест реальных и потенциальных лидеров протеста и их интернирование на неопределенный срок может рассыпать конструкцию развивающегося мятежа. Лишив пехоту командиров и оборвав связи со спонсорами и заказчиками. Украинская же власть, как Янукович до нее, работает в режиме «само рассосется». Это вряд ли. Сейчас никто не торопит событий. Впереди еще переговоры по контракту на транзит российского газа в Европу. На них надо выпускать законную власть, так как иначе даже самые отпятые русофобы в ЕС вынуждены будут констатировать, что альтернативы трансбалтийским газопроводам с северным потоком нет и не предвидится, и что газотранспортную систему Украины можно больше в расчет не принимать. В общем, у нацистов есть время на раскачку, чтобы завершить дело после Нового года. Можно до лета. До старта праймарис в США. Поэтому они никуда не торопятся и пока выглядят не очень опасными, хоть Зеленский явно боится и волнуется. Они вновь могут довести до конца то, что не сделали в 2014-2015 годах и взять власть в свои руки, отстранив от нее олигархов. И тогда Украина вновь окажется в состоянии больного, у которого забрали кислородную подушку. В каковом она пребывала до 2-го Минска, заключенного в феврале 2015 года, а скорее даже до неудавшегося, заблокированного американцами, мятежа Коломойского в марте того же года. Вновь актуальным станет большой террор и быстрый распад. Но конечный итог данного этапа украинского кризиса все равно будет зависеть от хода противостояния американских элит. Если трамписты заметят опасность с этой стороны, они могут быстро стабилизировать ситуацию, выпустив нацистский пар в свисток. Но заметят ли, смогут ли вмешаться и захотят ли вмешиваться? Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру Идут бараны, бьет в барабаны. День УПА. Организация, запрещенная в РФ. Субтитры создавал DimaTorzok